Сегодня у нас в гостях один из первых московских сокольников 70-80-х годов, Михаил Ревгатович Мурсеев. И мы просим его рассказать о его пути, как он пришел в соколиную охоту, как начинался и возникал этот интерес, какими были первые птицы, и как он подсел на это интересное дело красивое спорта и искусство, которым занимается, продолжает заниматься и сейчас. Вам слово, Михаил Ревгатович. Интерес к меня к соколиной охоте пробудился довольно рано. Единственное, что не было возможности у кого-нибудь научиться. Но я еще когда был маленький, мы с мамой ходили, я родился в Москве, и мы сейчас ходили в московский зоопарк. В общем, все, что меня интересовало, это были хищные птицы. И когда мне мама рассказывала какие-то сказки детские, и когда звучало там словосочетание «ясный сокол», при слове «сокол» у меня что-то вот такое ёкало во мне. Но это все, как бы я думал, что охота у нас уже давно забыта. Хотя в то время, в общем-то, еще был жив-здоров Деменчук на Иссыкуле в Киргизии, и периодически он печатал свои статьи в охотничьих журналах. И, в общем-то, я их читал, старался, в общем-то, впитать как можно больше знаний из них. Ну, конечно, они были не научные, эти статьи, там вряд ли что-то можно было ценное подчеркнуть, но, по крайней мере, я знал, что такая охота есть по сей день. Когда мне было лет 14, я поехал в деревню к бабушке, и мой брат троюродный сказал, что он нашел гнезду сокола. Вот, мы пошли смотреть, это оказалось пустярье. Вот, мы взяли пуптенцу, вот, и, в общем-то, все каникулы, в общем-то, я, как бы, занимался с этой птицей. Ну, занимался, естественно, неумело, потому что я представлений просто не имел, как все это происходит. Вот, единственное, что я могу сказать, что я его кормил живой добычей, вот, и давал возможность ему, в общем, представлял возможность ему летать. Вот, ну, кончилось тем, что, когда нужно было ехать уже в Москву обратно, вот, я был поставлен перед таким ультиматумом, что, в общем-то, птицу надо выпускать. Вот, я ее отпустил, не без слез, конечно, вот, но к моей радости, в общем-то, ее видели через год, через два, она прилетала и садилась на бабушкин дом. Вот, то есть, она, в общем-то, выжила. Видимо, то, что я кормил ее живой добычей, это, в общем-то, дало. Вот. Когда я приехал в Москву, вот, я просто задался целью, найти человека, который меня научит этому. Вот. Я не знал, с чего начать поиск, абсолютно. Вот, я пошел в зоомузей, поскольку там на экспозиции, в общем-то, были выложены клубочки и перчатки там, и так далее. Вот. Я думал, что, ну, хотя бы кто-нибудь, что-нибудь, должен об этом знать. Вот. Вот, ну, там попался очень такой душевный ядечка, вот, он со мной так очень вежливо поговорил, очень так хорошо, в общем-то, и направил меня в московский зоопарк, в секцию орнитологии. Там работал такой Алексей Михайлович Мурашов. Вот. Он там работал зоотехником в секции орнитологии, вот, что якобы он занимается скалиной охотой. Вот. Я пошел в зоопарк, вот, довольно быстро его нашел, вот, и, в общем-то, он взял надо мной шефство. То есть, он по своей специальности, он преподаватель, вот, поэтому с детьми ладить умел, в общем-то, и ему это явно нравилось. Вот. Сам он не практиковал, насколько я понял, скалиную охоту, но, теоретически, он знал, как все происходит. Вот. Я так периодически заводил, в общем-то, пустельки, вот, ну, к тому времени, к сожалению, я жил с теткой, у меня не было родителей. Вот. Тетка, в общем-то, систематически заставляла меня этих пустельков возвращать обратно в зоопарк, вот, а пустельки были просто принесенные людьми. Вот. В конечном итоге, в общем-то, когда я стал жить один, где-то лет 17, вот, я просто переехал уже в свою квартиру, я завел петеревятника. Опять же, взял его из зоопарка, потому что в то время очень много приносили птичьим птиц в зоопарк, и не знали, что с ними делать. Вот. У этой птицы была травмирована лапа, и один глаз плохо видел. Ну, в общем-то, она у меня пожила, я там как мог ее лечил, сейчас уже не помню, как это было давно. Вот. Действительно, не сам лечил, вот, а я советовался с врачами и так далее. Ну, в общем, вылечил я и лапу, и глаз у нее опять стал нормальным. Вот. И под руководством Алексея Михайловича я ее обучил. Вот. Ну, и надо сказать, что я не только с ним еще общался, потому что в то время Алексей Михайлович очень активно переписывался с питерским сокольником, уже ныне покойным, приказчиковым. Вот. И он меня с ним тоже познакомил, мы с ним тоже начали переписываться, а приказчиков был действительно приказчиков с сокольником. Ну, в общем, короче, под их надзором я обучил тетеревятника, и он у меня поймал две утки. Вот. Охота мне не понравилась, потому что каждый раз после поимки утки птица, в общем, оказывалась в воде. Вот. Я пытался охотиться на ворон, но как-то не удавалось, вот, и потом ястреб у меня просто улетел. Телеметрии не было, вот, и я просто его потерял. Вот. Потом у меня была попытка после этого ястреба позаниматься с полевым лунем, с молодым. На Ленинском проспекте вороны посадили молодого самца полевого луня, вот, и его принесли в Дорец Пионеров. Я в то время работал в Дорце Пионеров в отделе биологии. Вот. А мне луни нравились всегда. Вот. И я начал с ним заниматься, как с ястребом, ну, мне показалось, что он имеет, в общем-то, определенный ресурс, с ним можно вполне заниматься и охотиться. Вот. Ну, мне, в общем-то, так, в то время, уже пришло время уходить в армию, вот, и луня пришлось отпустить. Вот. Ну, в армии я, соответственно, охотой не занимался, но мне повезло, я служил на Дальнем Востоке, в Амурской области. Вот. И мне пришлось, в общем-то, так, ну, не то же пришлось, а я имел удовольствие наблюдать Амурского копчика и на Гнездове, и просто так. Вот. Также пегового луня, восточного болотного луня, даже он нашел гнездо один раз, пегового луня. Вот. И видел один раз ястребиного конюка. Мне вообще нравятся все хищные птицы. Вот. Я не считаю, что тот список птиц, которые сейчас используются в соколейной охоте, он, в общем-то, такой окончательный. Потому что в то время, когда выбирались птицы для соколейной охоты, в общем-то, требования были достаточно простые. То есть, во-первых, я думаю, что птиц не использовали на все 100% их потенциал. Вот. Школа была примитивной, в общем-то, и в основном просто использовали то, что птица давно от природы. И то даже не полностью. Вот. Об этом, кстати, говорят, в общем-то, сейчас вот достижения последних, там, десятилетий, там, с краснохвостыми конюками, с харисами, вот, в Новой Зеландии, там, с болотными лунями. Вот. Когда я пришел из армии, в общем-то, я познакомился с Бородиным Александром, с Валерой Орловым, с Игорем Астаховым, с Виктором Федоровым. Вот. И начали развиваться вместе. Соответственно, никакой у нас литературы не было практически, в общем-то, интернета в то время вообще не было. Вот. То есть, все, что мы узнавали, мы узнавали или из собственного опыта, на своих ошибках, вот, или же там, какие-то отрывочные сведения, в общем-то, из какой-то литературы. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, успех был, то есть, мы, в общем-то, охотились на ворон, в основном, правда, вот, собак тогда еще мы не держали. Вот. Я вообще всегда любил очень мелких птиц, то есть, и перепирятники, и мелкие сокола. Вот. Истребов как-то я вообще поначалу не воспринимал всерьез, потому что, в общем-то, их летные качества как-то меня не устраивали. Но, на самом деле, ястреба я для себя открыл позже. Вот. Об этом я расскажу немножко попозже. Вот. Я занимался щеглоками. Вот. Успехи были, в общем, я считаю, неплохие, учитывая, что все это было, как бы, так, на своих ошибках мы учились. Вот. То есть, они, в общем-то, неплохо стояли на кругах, работали на вобиле, вот, и ловили подсадных голубей. Вот. В 87-м году, в общем-то, мне удалось достать самку Дермника. Вот. И с ней я тоже не охотился по-настоящему. То есть, у меня все было академически. То есть, подготовка к охоте, травли подсадных птиц. Вот. Но я боялся с ним охотиться, потому что очень боялся потерять. Вот. С ней я ездил в 87-м году в Батуми. Вот. Вот. Ну и в конечном итоге, конечно же, потерял, потому что птица очень азартная, маленькая, и когда она увлекается погоней и что-то поймает, то потом найти, ну, почти невозможно. Ну, в общем, в 89-м году я Саша Бородин.